шалом я избран богом и народ мой тоже особенный избранный как вам такие заявления они звучат скандально правда нагло самонадеянно однако вопрос по моему не в том насколько они скандальны а во-первых в их истинности и во вторых уместности то есть если во первых действительно такое понятие как избрание как избранный человек избранный народ то есть возможно ли такое что бог создавший нас всех без исключения по своему образу и подобию и вроде бы бог не лицеприятный то есть не имеющий фаворитов любимчиков короче беспристрастный возможно чтобы он при всем при этом кого-то выбирал особо из общей массы если возможно то что это значит кого именно он выбирает почему по каким принципам для чего с какой целью нужно ли можно ли полезно ли знать об избранности своей или чьей-то говорить о ней и и прежде чем попытаться отвечать на все эти вопросы два слова о том почему сами эти вопросы на мой взгляд заслуживают внимание во первых избранность еврейского народа это один из круглогольных камней иудаизма причем не только современного но и древнего того самого с которым отчислял себя еще и шо и его современники и поэтому если мы мессианские евреи действительно остаемся евреями мы не можем просто игнорировать эту тему во вторых тема это рано или поздно обязательно всплывет в наших отношениях с неевреями которые очень часто понимают ее совершенно неправильно идея избранности кажется им такой же расистской как идея об арийской расе которую пропагандировал третий рейх если бы неправильное понимание избранности израиля вело только к антисемитизму то это было бы еще полбеды хотя для нас самих антисемитизм это не полбеды а целая большая беда но тем не менее речь идет не только об израиле в первую очередь о боге когда мы говорим об избрании речь идет в первую очередь о боге избравшим о боге избравшим себе израиль поэтому непонимание избрания искажает наше представление не только о еврейском народе об избранном народе но и об избирающем боге а вот это уже намного более серьезная проблема потому что искаженное представление о боге это первый шаг на пути к идолопоклонству, то есть на пути совершенно тупиковом. В-третьих, в Новом Завете избранность относится не только к Израилю, но и к неевреям, верующим в Мессию Ишуа. Община учеников Мессии, называемая по-русски обычно церковью и открытая для представителей всех народов, претендует на избранность точно так же, как и народ Израиля. Так что избранность становится делом уже не чисто еврейским, а общечеловеческим. Ну и наконец, у Матфея и Луки встречается вот такая фраза «много званых, но мало избранных». Этой фразой Ишуа подытоживает притчу о работниках, получивших работу в винограднике, и также притчу о брачном пире. Причем если у первой притчи конец вроде бы благополучный, то вторая заканчивается тем, что одного из гостей, нарушивших дресс-код, связывают по рукам и ногам и бросают в какую-то тьму внешнюю, где будет, цитирую, «плач и скрежет зубов». После чего Мессия Ишуа говорит, «ибо много званых, но мало избранных». Ну, как тут не призадуматься, кто же такие эти избранные, и как бы не угодить в эту самую тьму внешнюю. В общем, избранность тема, по-моему, актуальна, и я хочу ее разобрать в том же порядке, в котором она нам подается в Писании, то есть сначала в связи с Израилем, а затем в связи со всеми учениками Ишуа, независимо от их этнической принадлежности. Прежде всего, Тора действительно говорит, что Господь Бог выбрал народ Израиля. В книге дворим, то есть в Тарзаконе, есть как минимум пять стихов, говорящих об этом прямым текстом, и из них мы узнаем, во-первых, причину избрания. Во Тарзаконе, в седьмой главе, стихах седьмом и восьмом, ясно сказано, что Израиль, как народ, избран Богом не за его достоинства или преимущества перед другими народами, например, такие, как многочисленность, но по двум совершенно другим причинам. Первое – это любовь Бога к этому народу, потому что любит вас Господь. И если вам при этих словах хочется спросить, а других-то Господь не любит, что ли, то учите, Тора не говорит, что других он не любит, и я этого тоже не сказал. До других мы доберемся чуть позже, и с ними все будет хорошо, поверьте мне пока, пожалуйста, на слово. А пока давайте вернемся к Израилю. Первая причина избрания Израиля Господом Богом – это его, Господа Бога, любовь. Любит вас Господь. Во всяком случае, любил в тот момент, когда говорил Моисею. Ну, любит ли сейчас так же, как любил тогда? То есть, меняется ли его любовь с годами и тысячелетиями? Ну, вопрос риторический. Понятно, что нет. Вторая причина избранности, указанная в этом стихе, чтобы сохранить клятву, которой Господь поклялся отцам вашим, то есть Авраму, Ицхаку и Якову. То есть, это верность Господа тому обещанию, которое он дал праатцам еврейского народа. И обещание это было троякое. Быть Богом их потомков, дать им эрецкнаан, землю Ханаан, сделать их благословением для всех племен или семей или народов земли. И таким образом, избранность у Израиля уходит своими корнями в характер самого Господа, в его любовь, а также в его верность своему слову. И поэтому на вопрос, за что Господь вас избрал, мы отвечаем так. Это неправильный вопрос. Правильный вопрос не за что, а вопреки чему. Ответ данный здесь, вопреки нашей малочисленности. То есть, Большой Бог избрал себе для своих больших общечеловеческих целей небольшой народ, как можно было бы подумать по нашей человеческой логике, а маленький. Странно это как-то, правда? Несоответствие какое-то. И это несоответствие увеличивается, если учесть еще одно качество еврейского народа, о котором Тора и другие книги Танаха тоже говорят неоднократно. В русской Библии Израиль назван народом жестоковыйным. Например, в книге Исход, в 32 главе, стихе 10. Жестоковыйный – это очень плохой перевод выражения еврейского «кше-ореф», которое буквально, дословно означает «жесткий затылок». Плохой перевод – это потому, что Моисей сравнивает Израиль с шеей вала, который не хочет нагнуть ее перед хозяином, надевающим ему хомут. То есть, на самом-то деле, речь идет о непокорности Богу, об упрямстве, о своеволии, но никак не о жестокости, с которой ассоциируется слово «жестоковыйный». Очевидно, переводчиков можно заподозрить, которые выбрали такой перевод, можно заподозрить в чем угодно, но не в симпатиях к еврейскому народу. Но, тем не менее, факт есть. Еврейские священные писания признают, что, выбирая себе партнера по завету, то есть по договору, Господь Бог выбрал себе почему-то народ несговорчивый, то есть народ, с которым договориться не так легко. Да и малочисленный, к тому же, в общем, совершенно неподходящий для свершения великих дел вместе с Богом. Избранный не за что-то, а вопреки чему-то. И подлинная причина избрания этого народа – это его происхождение от Якова, сына Ицхака и внука Авраама, и верность, но только не Израиля, а самого Господа, своему завету, который он заключил с этими прадцами. Это первое, что мы узнаем из Торы об избрании Израиля. Второе. Цель. «Ты народ святой у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом». Опять-таки, можно все перевернуть с ног на голову и сказать, вот, посмотрите, они себя считают такими святыми, что сам Господь, Бог их избрал за эту их святость. Однако, на самом-то деле, все наоборот. Бог избрал Израиль вопреки, а не за, и тем самым выделил из общей массы, то есть отделил для себя и своих целей в мире, то есть осветил. То есть святость в таком понимании – это не обладание теми или иными качествами святыми, а отделенность для Бога. То есть святость – это следствие его выбора, а не причина. И, конечно, это совершенно непривычное для нас представление о святости, ведь в сознании русскоязычного человека святой – это кто? Ну, это какой-то человек, во-первых, а не народ, это единица, святой. Человек святой, не народ святой. Русь, матушка, она, конечно, святая, да, но очень условно все это понимают. А вот святой человек, он и вправду особенный. Он не от мира сего, он день и ночь в молитвах и постах, он души людские читает без слов, по глазам, и чудеса он творит. Вот сегодня таких, конечно, нет, разве что где-нибудь там в Дальнем монастыре, там, в Алла-Ам-Кижи или Оптин-Пустынь. Кто-то такой вроде старца Зосима из братьев Карамазовых. Поэтому что нам остается грешным? Остается лишь просить умерших святых молиться за нас, за грешников, ну и поклоняться их мощам. Сегодняшний иудаизм, кстати, тоже поощряет почитание умерших праведников, так называемых цадиков, а также библейских героев. Поэтому народная тропа к их могилам здесь, по крайней мере, у нас в Израиле не зарастает. Однако в Торе понимание святости относится, прежде всего, ко всему народу Израиля, который Господь произвел от еврейских праотцев и отделил для себя. Теперь, как он совершил это отделение? И чем именно он выделил евреев из всех народов? Дал каждому еврею некие сверхъестественные способности? Нет. Освящение, то есть отделение Израиля, произошло через дарование ему Торы, то есть откровение Господа Бога о самом себе. И читая традиционные благословения, мы говорим, благословенты Господь, Бог наш, осветивший нас заповедями своими. Скрижали заветы, на которых Господь начертал знаменитые 10 заповедей, хранились где? Хранились в ковчеге завета, то есть в специальном ящике, который стоял во святая святых скиний, а затем святом святых храмов. И таким образом Израиль изначально понимал святость, во-первых, корпоративно, если это, конечно, слово можно применить не только к вечеринкам, а вообще к группе людей. То есть святы не только отдельные евреи, а свят народ в целом. Во-вторых, святость ассоциировалась с заветом, который был заключен с прадцами, и с откровением Господа, который он дал своему народу в рамках этого завета. Израиль хорошо осознавал свою исключительность, о чем свидетельствует, например, одна строчка из 147-го псалма. Я прочитаю этот псалм целиком, потому что он короткий. «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо он укрепляет верей ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, сыплет иней, как пепел, бросает грацевой кусками, перед морозом его кто устоит, пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил, вот этот стих, о котором я говорю, он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю, не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают, аллилуйя». Это хвала Богу, у которого, судя по этому псалму, два основных занятия – благословлять нас, своих избранников, и управлять природой. И с обоими делами он, конечно, справляется очень неплохо, чем, собственно, и заслужил нашу похвалу. Наши псалмы и песни. А мы, себе лишний раз напомнить никогда не вредно, мы уникальны тем, что нам он возвестил свое слово. Вот этим-то мы и отличаемся от всех остальных. Ни у кого больше Торы нет. Она есть только у нас. Вот после всех этих совершенно правильных слов напрашивается, казалось бы мне, что-то вроде вот таких слов. Как странно, что этим народом оказались именно мы – маленький, упрямый народ. И как жаль, что это великое благословение, слово Господа, дано только нам, а не всем людям. Господи, спасибо тебе, но, во-первых, за что? А во-вторых, как насчет всех остальных? Однако вместо всего этого, после последней строчки, что не сделал он того никакому другому народу из судов, его они не знают. Вместе всех этих сентенций, что насчет, вообще, почему мы, что насчет всех остальных? Есть только одно. Аллилуйя! Слава Богу! Хвала Господу! За что? За что хвала Господу? За то, что дал нам свое слово и больше никому. Без комментариев, как говорится. Зато в более поздней еврейской литературе мы встречаем вот такой интересный стих. Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Это пророк Амос. И вот в этом стихе избранность Израиля подтверждается, но прежнего оптимизма, того, который в этом псалме, в 147-м, по поводу избранности, в этих словах уже совсем не слышно. И более того, создается впечатление, что возникает совершенно новый вопрос, который раньше не задавался. Вопрос такой, а так ли это круто, быть избранником Божьим? Так ли это круто, как мы думали раньше об этом? Похоже, выясняется, что избранность и обладание законом налагают большую ответственность, и что несоблюдение своих договорных обязательств перед Господом Богом. Обходится его избранником очень недешево. Одним словом, Израиль постепенно обнаруживает, что избранность это палка о двух концах. Это великая привилегия, но также великая ответственность. И, собственно, это должно было быть уже ясно из внимательного прочтения истории жизни праотца Авраама. Господь назвал его своим другом и пообещал, что его бездетная жена родит ему сына. Однако сына пришлось ждать четверть века. А когда он подрос, тот же самый Господь, который дал его, что сделал, попросил принести его в жертву. И в этой связи вспоминаются такие слова. Господи, если ты так обращаешься со своими друзьями, то неудивительно, что у тебя их так мало. Мы продолжим разговор об избранности на следующей неделе. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-defis-media.tv www.oasis-defis-media.tv www.oasis-defis-media.tv